Всем привет! Сегодня я покажу 7 товаров с Алиэкспресс для начинающего спиннингиста, который хочет попробовать себя в спиннинге, но не хочет сильно тратиться. 7 лучших товаров по моей версии в плане цена-качество. Например, можно было бы найти катушку дешевле, но качество уже хуже, и конечно же лучше чуть добавить денег. Поэтому я выбирал не самые дешевые, а сбалансированные товары, но конечно же по самой низкой цене, так как не у всех есть возможности брать дорогие вещи. Всеми этими товарами я пользуюсь на своих рыбалках. Кто давно смотрит мой канал, знает об этом и не раз их видел. Я не буду зацикливаться на каждом товаре, более подробно можно увидеть про них на моих рыбалках. Просто пробегусь по ним. Начнем непосредственно с того, что попадает рыбе в рот. Это приманки. Известная копия приманки Тиога в размере 2,9, в пачке 10 штук, 126 рублей. Долго задерживаться не буду, разные цвета тут. 100% рабочие приманки. Изловлено уже много рыбы на них. Самый такой ходовой размер. Также этот Тиога есть в размере 50 мм. Здесь уже в пачке 16 штук. Цветов чуть побольше, чем у предыдущих продавцов. Самое то для окуня. Далее идет то, на что мы насаживаем приманку. Это крючки. Я взял за основу овсетники, потому что овсетниками все пользуются. Потому что рыба в основном в корягах, в траве. Это пока лучшее, что есть на сайте по моей версии. Далее идет у нас карабин. На что мы сажаем приманку с крючком. От Гоутура есть 200 штук. Различные карабины. Главное, что они проверены. Разные размеры, тесты. Уже несколько лет я ими пользуюсь. Ничего пока еще не происходило. Никаких расцепок, разрывов. Там ничего не происходило. Отличные карабины. Также вот есть аналог от Мередита. Здесь их уже 50 штук в пачке. Далее, к чему мы вяжем карабин? Это, соответственно, поводок. Кто, если использует без поводков, пропускаем этот флюрокарбон. Этим флюрокарбоном я тоже уже пользовался сезона 3. Меня все устроило. Здесь разная размотка. Разные размеры. Но, но, но. Пока я им пользуюсь, я нашел еще один флюрокарбон от UGK. Здесь размотка в 100 метров. Размеры разные. Но, это уже как бы UGK. И даже, например, вот в размотке, если 100 метров взять 2.0, здесь 638 рублей. А тот предыдущий у меня в 100 метров 2.0 стоит 720 рублей. Он как бы дешевле, но от UGK. Здесь очень много отзывов хороших. Вот 610 отзывов. Там больше половины из них отличные отзывы. Поэтому, в следующий раз я буду брать вот этот флюрокарбон. И, как бы, рекомендую его, что он лучший, а не тот предыдущий, которым пользовался я несколько сезонов. Следующее. Следующее, куда у нас привязывается поводок, это плетенка. Лучшее, что сейчас, на данный момент, я нашел, ну, вот, такой, цена-качество, так скажем, это плетенка восьмижилкой Зелеон. Что про нее сказать? Ну, короче, толщина у нее завышена. Ненамного. Ну, допустим, я сравнивал с восьмижилкой от UGK 0.8. UGK, конечно же, потоньше, поглаже. Было подозрение, что это какой-то некондиция или брак от UGK, но нет, они все-таки разные. Я рассматривал прям так поближе. Они разные. То есть, это не UGK, это какой-то другой производитель. Но за эту цену лучше сейчас не найти, допустим, плетенки восьмижилки такой вот. То есть, и для воблеров, и для джиг можно использовать. Также вот показываю вам плетенку UGK, которую я тоже использую. За эту цену, например, вот, 150 метров, да, 0.8, за 1465 вы возьмете только четырехжилку. Например, на сайте каком-то барахольном типа BitBets за эти деньги только четырехжилку. Здесь же я беру восьмижилку и не парюсь, ловлю ей джигую и воблера кидаю. Далее, на что мы наматываем плетенку, это, конечно же, на катушку. Поэтому я рекомендую серию катушек LT от Diva Legalis, Diva Regal, Diva Acceler, Diva Frims и Diva Fuego. Различие этих катушек у них только в ручках, в дужках и в количестве шарикоподшипников. Хорошее видео есть у Ивана Турнамента на его канале, я ссылку оставлю, где он быстренько за пять минут рассказывает все различия этих катушек. Поэтому долго на них задерживаться не буду, только вот скажу, что я бы рекомендовал именно вот эту серию от Diva LT. Что-то дешевле брать как-то, ну, блин, там уже и не продашь. Эти катушки можно, если не понравилось, я же для начинающих спиннингистов это делаю, то есть если не понравилась спиннинг, это хотя бы можно что-то продать. Ниже уровнем уже катушки не продашь, а выше уровнем уже как бы дорого. Вот это оптимально, цена-качество, это оптимально вот у Diva LT серии. Катушку мы ставим на спиннинг. Я ловил на этот спиннинг вот очень много, изловлено очень много рыбы. Есть целое видео про этот спиннинг, поэтому долго разглагольствовать про него не буду. Хороший спиннинг, смотрите видео, там все рассказано про него. Ну и все, задерживать вас больше не буду. Всем спасибо за внимание, пока! Субтитры сделал DimaTorzok